Здравствуйте, рады мои. А кто нам не рад, тоже здравствуйте. Давайте посмотрим, что такое самоизоляция. Читаем понятие самоизоляция, что-то и где прописано. Самоизоляция это профилактическая мера, которая позволяет избежать распространения инфекции в период эпидемии, пандемии, заболевания. В Москве и Московской области этот термин официально введен в КОАП данных субъектов. Именно по этой причине этим субъектам удается на законных основаниях штрафовать население. Это значит, что если вы не житель Москвы, Подмосковья, и не входите в описанные в предыдущих пункти категории граждан, то за нарушение правил самоизоляции вас штрафовать не могут. Вот такая вот статейка. Дальше читаем. А определения самоизоляции в законах пока нет. Ну давайте-ка посмотрим, что такое самоизоляция. Самоизоляция, рады мои, состоит из двух слов. Само и изоляция. Давайте поищем с двумя словами. Вот саморазвитие, личный рост, понятие психологии. Литература по саморазвитию, литература, содержащая советы по развитию способностей и навыков, достижения успеха в личной жизни и работы. Также относится к саморазвитию самоучка и сделай сам. Прекрасно. Самообразование. Самообразование – это образование, при котором знания, умения и навыки приобретаются самостоятельно. Без помощи обучающих лиц, человека, занимающегося образованием, называют самоучкой. То же самое все. Дальше. Самоубийство. Само тоже. Убивать себя. Предмеренное решение себя в жизни, как правило, самостоятельное. Добровольное, чрезвычайно сложный этический вопрос, представляющий отнесение к самоубийству. Прекрасно. А теперь, рады мои, смотрим. Самоизоляция. Эта статья предлагается к удалению. Самоизоляция. Направление во внешней политике. Самоизоляция. Симптом психиатрии. Уход от контактов с людьми и общественной деятельностью. А теперь, рады мои, давайте-ка вот здесь посмотрим. Психиатрия. Мы читаем уже. Это психиатрия, рады мои. Симптом психиатрии. Давайте посмотрим, что тут. Клиническая дисциплина, изучающая идеологию, потоги немец, клинику, распространенность психических заболеваний, разрабатывающих методы их клинической лаборатории диагностики, вопросы, прогнозы и так далее. А теперь смотрите, что такое самоизоляция. Это психиатрия, значит, болезнь. Вот он, человек, страдающий самоизоляцией. Рады мои, это не сказал, это психиатрия. Понимаете, что делать, что происходит с людьми. Сейчас еще найдем. Вот он такой. А вот теперь читайте. Утрость медицины психиатрии, которая изучает происхождение и клинические проявления психических расстройств, осуществляет их лечение и профилактику. Распространенность психозов оценивается на уровне 1,5-3% от общей численности с веселения. А частота встречаемых различных пограничных нарушений психи колеблется от 4 до 20%. Рады мои. Так вот эти вот, которые вот сами себя изолируют, Рады мои, это как раз и входит в эти 20% Рады мои. Психозы. Видите, написано психозы. Распространение психозов пограничных. Вот что такое самоизоляция. Все. Лайки, дизлайки. До свидания, Рады мои.